Вблизи санатория Кубань стоит памятник Владимиру Будзинскому. Это проявление любви и благодарности анапчан замечательному человеку. Его по праву считают отцом анапского курорта. После смерти матери он переехал к отцу в Анапу и начал строительство курортных заведений. В 1900 году, 21 июля, на высоком берегу он открыл первое лечебное учреждение в городе и на Черноморском побережье. Водогрязелечебницу, оборудованную по последнему слову техники. Он обратил внимание на то, что здесь природные факторы замечательные, то есть минеральные воды и по сей день пользуются активно минеральными водами. Также воздух здесь, то есть здесь и климат терапия, и озонотерапия используется, и теренкур, то есть вот такая лечебная ходьба. Это тоже как раз со временем именно Владимира Будзинского начинается. Также грязевые ванну начинают активно использовать. Вообще его санаторий был один из самых современных, потому что именно самые современные методы лечения, именно сто лет назад какие появлялись, самые первые, это вот как раз санаторий Будзинского они и использовались. То есть это тут и электрованны какие-то появляются, что до того времени вообще было таким чем-то необычным. Ну и активно, конечно, использовал купальни, морские купания, использовал также и морские водоросли, то есть самые различные у него были здесь процедуры, которые, в общем-то, и по сей день продолжают использоваться. Кстати, цены в санатории не были низкими даже для зажиточных гостей. Если хлеб стоил две копейки, то курс грязелечения составлял 75 рублей. Самыми доступными были морские купания, впрочем, как и сейчас. Здание до сих пор сохранилось на территории санатория «Маяк». Проходя мимо, гости курорта смотрят на море и не замечают неприметное здание, с которого, оказывается, и началась история Анапы-Здравницы. Пригласил сюда Владимир Будзинский различных врачей известных, например, профессора Турнера, одного из основоположников детской педиатрии, также профессор Шенк руководил нашим ортопедическим институтом, ну и также он участвовал активно в жизни города. Доктор Будзинский активно рекламировал курорт Анапу, и она приобрела известность как климатическая станция России. Он прогнозировал курорту большое будущее. Так и случилось. Благодаря уникальному сочетанию климата и целебных природных факторов, мелководного морского берега, удобных песчаных и галечных пляжей, лечебных грязей, разнообразных минеральных вод, судьба Анапы оказалась предопределена. Сегодня миллионы россиян и иностранцев выбирают наш город-курорт для отдыха и оздоровления.